А вы в курсе, что в Сочи проходит более тысячи спортивных мероприятий, из них российского и международного уровней более двухсот? Здравствуйте, это программа «В курсе». Я Татьяна Говоркова. Здесь мы говорим на темы, которые так или иначе касаются интересов жителей Сочи. О развитии и будущем спорта на курорте мы поговорим с директором Департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Сергеем Пелосяным. Сергей Вячеславович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, является ли Сочи одним из лидеров в регионе по развитию спорта? Да, конечно. Благодаря тому, что в городе Сочи прошли Олимпийские игры, прошел чемпионат мира по футболу, в город Сочи стали приезжать именитые спортсмены. Большое количество спортивных мероприятий в городе Сочи проводится. И, конечно же, это все очень хорошо отразилось на жителях города Сочи. И больше стало сочинцев заниматься спортом. Большое количество наших детей пришли в спортивные школы города Сочи. Все больше и больше видов спорта в нашем городе культивируется. И, конечно, все это может говорить о том, что город Сочи по региону занимает лидирующие позиции. Более того, что администрация города Сочи и глава города Сочи у нас активно продвигают спорт, ставят конкретные задачи по развитию спорта в городе Сочи. И я думаю, что по региону мы будем и так же дальше лидирующие позиции занимать. И с каждым годом все только будет прирастать и прирастать. А какие конкретно виды спорта развиваются в наших муниципальных школах спортивных? Есть еще разные клубы. Сколько всего вообще у нас образовательных учреждений спортивных? И из них сколько муниципальных конкретно? Если говорить о количестве муниципальных учреждений в городе Сочи, таких у нас 28 спортивных школ. В целом государственных и муниципальных учреждений более 30, потому что у нас в городе Сочи хорошо развиваются и центры олимпийских подготовок, краевые и центры сборных команд всероссийские. И количество видов спорта, которые мы сегодня культивируем в муниципальных школах, приближается к 80. А если говорить и о клубной системе, которая в городе Сочи сегодня существует, то количество видов спорта более 85. И оно тоже с каждым днем прирастает. И я думаю, что мы можем с уверенностью говорить, что точно все олимпийские виды спорта сегодня в городе Сочи присутствуют. И если тот или иной вид спорта тоже попадает в олимпийскую программу, мы обязательно к нему, если его в городе Сочи еще нет, то мы его обязательно открываем. Вот можно сказать, что одной из последних секций, которая была открыта на курорте, это секция по пневматической стрельбе из оружия. У нас впереди в следующем году уже чемпионат мира пройдет. Можно поподробнее об этом виде спорта, насколько он безопасен, это все-таки оружие для детей. И насколько пользуется популярность уже среди сочинцев этот вид спорта. Виды стрелкового спорта, они всегда были популярны, особенно среди ребят. И когда в город Сочи пришла Всероссийская Федерация по практической стрельбе, конечно же, это вызвало очень большой интерес среди сочинцев. Когда было принято решение благодаря Федерации, за что им огромная благодарность, что в городе Сочи пройдет чемпионат мира по практической стрельбе в 2021 году, сразу же встал вопрос о том, что в городе Сочи должно появиться отделение. С этого года у нас отделение в городе Сочи работает. Активно также при поддержке Всероссийской Федерации. И у нас не было проблем с набором ребят. Еще даже не открыв отделение, был проведен анонс, что будет открыто отделение. И на сегодняшний день весь набор произведен, секция работает. Ну и если взять период 2019-2020 год, были ли открыты какие-то новые спортшколы? И планируется ли вообще в будущем тоже открывать новые секции, новые школы? Да, как я уже сказал, у нас есть еще неохваченные виды спорта. Связано это в первую очередь с двумя факторами, почему тот или иной вид спорта в городе Сочи не присутствует. Основной фактор – это наличие профессионального тренерского состава, потому что тренер для муниципальной школы, он обязан иметь высшее спортивное образование. И, конечно же, опыт. И мы обязательно очень досконально проверяем тренера на его мастерство, потому что мы все знаем, что спорт, особенно спорт высоких достижений, он должен постоянно быть под наблюдением высокопрофессиональных тренеров, чтобы не нанести ни в коем случае вред спортсмену, в данном случае тем более ребенку. И если по тому или иному виду спорта мы находим тренера, подходящего по квалификации для того, чтобы заниматься, мы обязательно, не раздумывая, открываем отделение по тому или иному виду спорта. И второй момент, который влияет на открытие – это наличие необходимой инфраструктуры, потому что многие виды спорта требуют специальной инфраструктуры. Это и высота потолков, это или требования к самому объекту. Водные виды спорта мы знаем, у нас на сегодняшний день проблема с наличием бассейнов. Хотя виды спорта, которые раньше в городе Сочи активно культивировались, это и водное поло, это и прыжки с трамплинов, они очень сильно в городе Сочи, я уверен, должны присутствовать. Поэтому если у нас ничто не мешает для открытия отделения, мы, не раздумывая, отделение по тому или иному виду спорта открываем. А какие сложности могут быть с тренерским составом вообще? Почему вы с этим сталкиваетесь? Ну, вот, опять же, пример. Недавно стал скейтбординг олимпийским видом спорта. Но в основном этим видом спорта занимаются молодые ребята, которые на сегодняшний день еще, возможно, учатся в институтах. Не сертифицированные. Да, и они еще просто не получили высшего спортивного образования. Очень хорошо у нас на сегодняшний день, я уверен, имел бы успех вид спорта киберспорт. Но, опять же, стандарты к тренеру, они неизменны ко всем. Поэтому даже, чтобы стать тренером по киберспорту, необходимо иметь высшее спортивное образование. И поэтому на сегодняшний день этих видов спорта именно в муниципальных отделениях их нет. Но, в принципе, в клубной системе эти виды спорта в городе Сочи представлены. Но, опять же, если говорить, например, о силовых видах спорта, то нужно очень много раз подумать перед тем, как везти ребенка в какую-то клубную систему, если не уверены, что тренер на самом деле имеет очень высокую квалификацию. Потому что, если вы приведете ребенка в нашу школу, в нашу муниципальную, мы даем гарантию, что тренер будет именно высокопрофессиональный. Поэтому перед тем, как выбирать, куда привезти своего ребенка и на какой вид спорта, нужно лишний раз, несколько раз перепроверить, к кому вы приводите своего ребенка. Вы расскажите подробнее, какие виды спорта вообще представлены в наших муниципальных школах? В наших муниципальных школах представлено 78 видов спорта. Это все олимпийские виды спорта, все зимние виды спорта. Конечно же, футбол, который является самым популярным в мире, в России и в Сочи, конечно же. Практически все виды единоборств в городе Сочи представлены. Игровые виды спорта, такие как волейбол, баскетбол, у нас они традиционно присутствуют. У нас очень хорошо, большое количество родителей приводят своих детей на плавание в наши бассейны. Очень шахматы прекрасно у нас развиваются и большие, хорошие результаты приносят ребята, потому что тренера сильные. 74 вида, я не знаю, как их все перечислить. Поэтому нужно просто для себя выбрать вид спорта. Может быть, зайти на сайт Департамента физической культуры и спорта и посмотреть все виды спорта. И я уверен, что можно для себя выбрать тот именно вид спорта, который ребенка устраивает. Расскажите о последних достижениях наших сочинских спортсменов. У нас сочинцы традиционно хорошо выступают на всех соревнованиях. Особенно, конечно, выделить хочется. У нас есть 8-летний чемпион мира Лебедев, который привез золотую медаль. 8 лет уже стал чемпионом мира. И глава города Сочи, Алексей Сергеевич Копайгородский, его пригласил на встречу. И взял его под патронаж, этого ребенка. И сейчас активно мы следим за его дальнейшими выступлениями. В этом году у него предстоит чемпионат Европы выступить. Это какой лиц спорта? Шахматы. Да, он там, получается, сейчас было 8 лет, сейчас ему 9 лет. Он перешел на более взрослую ступень. И, конечно же, от него ждут и дальше результатов. По брейк-дансу у нас еще есть. Ребята выступают, привносят только золотые медали. Яркий Вячеслав продолжает нас радовать. И мы надеемся, что когда-то он станет настоящим олимпийским чемпионом. И, опять же, будет наш сочинец стоять на федестале. Подниматься будет флаг Российской Федерации. Ни одно соревнование, куда ездят сочинцы, не остается без призовых мест. Очень хорошо у нас в боксе сейчас результаты показывают. По самбо у нас постоянно, по дзюдо. Постоянно у нас первые места привозят с международных соревнований. Это говорит, конечно же, о том, что у нас в Сочи сложился очень сильный тренерский состав. Хочу отметить отдельно работу федераций, которые в городе Сочи представлены. Потому что от них очень многое зависит. Потому что их основная задача развивать именно тот вид спорта, который они представляют. И есть те федерации, мы можем даже по результатам смотреть. Хочу сказать, что там, где очень хорошо работает и федерация, и школа, и тренерский состав, там конкретные результаты у нас и появляются. Ну, конечно же, говорить о футболе. Футбол – наш традиционный вид спорта. Там у нас впервые, наверное, за всю историю футбола сочинского наши ребята стали чемпионами России по молодежному футболу. В плавании у нас всегда очень хороший результат, тоже традиционно. В теннисе. Да, вот мы сейчас захватили тему тенниса. У нас раньше была база, где всегда проходили все соревнования. Это Адлер-арена. В последнее время, ну, я не знаю, слухи, не слухи, вы как раз и скажете, Адлер-арена обратно передается под конкобежный спорт. И где теперь будут проходить эти соревнования? И вообще планируется ли в дальнейшем в городе строительство крытых кортов? Потому что с этим есть проблема. Ну да, действительно, с крытыми кортами теннисными в Сочи всегда вопрос стоял, потому что считалось, что город Сочи южный город, где можно круглогодично заниматься спортом. Это не совсем верно. И на самом деле теннис сегодня требует крытых кортов. Какое-то время на территории Адлер-арены были размещены корты, на которых можно было в зимнее время заниматься теннисом. Сегодня я не готов сказать, перейдет ли это под конкобежный центр, либо не под какой-то другой вид спорта, но кортов действительно там больше нет. И ситуация выравнивается, потому что на территории стадиона Фишт сейчас строится четыре корта, которые будут крытыми. Мы также ведем сейчас работу, чтобы на территории Адлерской теннисной академии один корт, который есть крытый, мы его хотим отремонтировать, еще один корт сделать крытым. И на территории девятой школы нашей спортивной теннисной, это на Макаренко, мы тоже в этом году начнем проектирование. И на следующий год, я думаю, тоже появится один из кортов, которые там сегодня открыты, мы один корт накроем кровлей, чтобы можно было в любое время года заниматься теннисом. Там два корта есть на 60 лет в ЛКСМ, да? Там три корта. Три корта, да. И один мы накроем. Это который Евгения Кафельникова или школа? Совершенно верно. Вот он будет крытым. Один корт будет крытым. А когда примерно планируется уже разработка всего этого проекта и строительство? На сегодняшний день подготовлена предпроектная документация, мы понимаем стоимость. Сейчас будут выделены средства на проектирование, после того, как мы получим положительное заключение экспертизы, потому что это все-таки спортивный объект, и самое главное, чтобы была безопасность, а так как кровля подразумевает высокий объект, там должна быть и сейсма, и ветроустойчивость, то есть это все нужно сделать качественно. Как только мы получим положительное заключение государственной экспертизы, мы планируем, что это будет до конца этого года, в следующем году мы приступим к строительству. Строительство там недолго, я думаю, месяца за 6-7 можно будет возвести кровлю. А вот у нас строительство хорошо идет и многофункциональных разных центров. По-моему, в Лазаревском районе только в прошлом году, да, два, начало строительство двух многофункциональных центров спортивных. На сегодняшний день ведется строительство малобюджетного спортивного комплекса на улице Донская, 58. Также в прошлом году осенью у нас появилась одна многофункциональная спортивная площадка в Лазаревском районе. Две многофункциональные спортивные площадки у нас сегодня имеют положительное заключение государственной экспертизы, то есть мы готовы приступить к их строительству. И я думаю, что на следующий год мы эти обе площадки построим. И также по поручению Алексея Сергеевича Копайгородского, по поручению главы города Сочи, Департаментом архитектуры постоянно идет поиск земельных участков под проектирование и строительство спортивной инфраструктуры. И я уверен, что и в следующие годы мы продолжим развивать спортивную инфраструктуру в городе Сочи в виде и многофункциональных спортивных площадок, в виде и малобюджетных спортивных комплексов. Вот дворовой спорт как у нас развивается? Вот раньше играли всегда в бадминтоны, да, были? Еще что-то, детский футбол, мини-футбол. Как у нас сейчас в этой площадке активности? Ну, у нас сегодня в городе Сочи уже 54 многофункциональных спортивных площадок построено, где и жители Сочи, не только дети, и взрослые могут заниматься игровыми видами спорта. Это и футбол, и волейбол, и баскетбол. Более того, у нас очень большое внимание уделяется воркауту. Мы только с сентября по декабрь 2019 года дополнительно к более 110 имеющимся еще 10 воркаут-площадок построили во всех четырех районах города Сочи. На сегодняшний день, опять же, мы занимаемся поиском земельных участков для того, чтобы построить в этом году еще не менее 10 воркаут-площадок. И поэтому количество уже сегодня 120 воркаут-площадок говорит о том, что, я думаю, это достаточно большое количество для того, чтобы сочинцы занимались физической культурой. Мы стараемся сделать так, чтобы сочинцам не приходилось далеко идти за физкультурой и спортом, а стараемся сами построить объекты максимально приближенные к домам, чтобы, выйдя из дома, пройти минут 5-7 и уже прийти на какой-то спортивный объект. Также мы продолжаем строительство во всех скверах и парках, если проектирование идет. Также дано поручение обязательно предусматривать спортивную инфраструктуру. Будь то воркаут-площадка, либо это будут уличные тренажеры, но они будут во всех скверах и парках обязательно присутствовать. А какое количество вообще детей занято спортом в Сочи? Можно ли сказать, что, не знаю, 80% детей и подростков увлечены в спортивную жизнь? Если говорить о муниципальных школах, то сегодня во всех наших учреждениях занимается порядка 22 тысяч ребят. Также, если захватить клубную систему и образовательную, и спортивную, то еще это порядка 10-11 тысяч человек. Соответственно, если мы говорим о 30 тысячах, то, я думаю, это порядка 55-60% детей школьного возраста сегодня занимаются физической культурой и спортом именно в учреждениях. А физкультурой в школе занимаются все, кому это позволено, и это активно. Более того, если мы посмотрим, просто выйдем на улицу, город, утром, мы увидим, что в парках, скверах очень активно сегодня по утрам бегают. Наши федерации и клубы городские проводят утренние и вечерние забеги по нашим набережным, и в Амеретинской низменности, и по улице Конституции. Поэтому с развитием детского спорта в городе Сочи сегодня все обстоит очень хорошо. Но нам, опять же, есть куда стремиться, есть куда развиваться. У нас есть понимание, что у нас еще не охвачено, и мы, я думаю, буквально 2-3 года охватим еще больше. А что не охвачено? У нас есть такой национальный проект «Спорт. Норма жизни» называется. Он входит в состав такого, скажем, большого национального проекта «Демография». И цель этого проекта 2024 году, чтобы 55% населения, в данном случае Сочи, занималось физической культурой и спортом. На сегодняшний день порядка 49, может быть, 9 десятых, почти 50% сочинцев занимается физкультурой. Соответственно, к 2024 году мы должны еще прирасти на 5%. С одной стороны, кажется, цифра достаточно небольшая, но понимая о том, что город Сочи очень привлекателен для россиян, и с каждым годом количество россиян, которые переезжают в город Сочи, оно растет, то и процент, соответственно, у нас сокращается. И мы это все разделили на три категории – детский спорт, взрослый и спорт для людей преклонного возраста. Провели аналитику, и если у нас с детским спортом вообще все отлично, со взрослым спортом тоже мы понимаем, то у нас остался не сильно охвачен спорт для людей преклонного возраста, и вот для них у нас была отдельно полностью разработана программа, чтобы к 2024 году 55% жителей преклонного возраста сочинцев тоже занимались физической культурой регулярно. У нас есть еще один проект интересный – «Самбо в школу». Вот расскажите о нем, когда все-таки он будет реализован во всех школах прям, или будет ли он реализован у них? Ну, на сегодняшний день 22 школы у нас активно включились в развитие этого проекта. Проект разработан в администрации Краснодарского края, там четко согласованный план действий. Во всех этих 22 школах закуплен весь необходимый инвентарь. На 2020 год план поставленный перед нами – это еще добавить 19 школ. У Управления образования и науки есть четкое понимание, какие эти будут школы, есть четкое понимание, как инвентаризировать все эти объекты, и поэтому мы уверены, что к 2020 году мы тоже план по количеству задействованных в программе «Самбо в школу» образовательных учреждений мы тоже выполним. Более того, что город Сочи объявлен городом как пилотный проект, который мы бы хотели, и я уверен, что у нас это получится, будет именно приоритетным, где мы будем показывать, как сам «Самбо в школу» проект должен развиваться правильно на территории Краснодарского края, потому что федерация городская, жидо и самбо, сейчас активно разрабатывает программу, как правильно должен реализовываться этот проект. Ну здорово. Еще можно добавить, что у нас в Сочи активно развивается сдача ГТО. Очень много желающих, тоже вот об этом расскажите, на протяжении вот этих тех лет, когда он стартовал этот проект и сейчас. С самого начала старта проекта уже 92 тысячи сочинцев зарегистрировались на сайте ГТО. Более 80 тысяч приняли участие в фестивале и сдавали нормы. 30 тысяч из них – это люди, которые получили значки. И 6 тысяч – это те, которые сдали на золотой значок. Если брать, уйти от цифр, то мы провели тоже анализ, мониторинг по российским городам. Это очень хороший показатель, что 6 тысяч человек сдали на золотой значок, потому что на самом деле это не очень просто сдать. Нужно быть в хорошей физической форме. И мы говорим о том, что это показатель того, что сочинцы – они здоровые люди, физически развитые и хотят заниматься спортом. Это большой, очень хороший показатель. Я бы тоже хотел на этом застрять внимание. А устраиваются ли у нас в Сочи какие-то соревнования для трудовых коллективов? У нас регулярно проходит спартакеада трудящихся. С каждым годом количество трудовых коллективов, которые хотят принять участие, с каждым годом оно растет. Если в 2013-14 году мы, можно сказать, палкой загоняли трудовые коллективы для того, чтобы они начали хоть как-то принимать участие, то в этом году мы расширяем количество спортивных соревнований по видам спорта. Потому что каждый коллектив, который, во-первых, хочет поучаствовать, он привносит еще и свои пожелания по какому-то тому или иному виду спорта и они хотят принять участие. Если отметить какие трудовые коллективы, то вот, например, Санаторий Заполярье, Санаторий Правда, Джаникидзе – это те коллективы, которые я хочу отметить, потому что они регулярно, традиционно сами проявляют активность и принимают участие в нашей спартакеаде трудящихся. Очень хорошо в спартакеаде трудящихся выступает наше городское собрание Сочи. Но администрация города Сочи, она обязательно в этом принимает участие, потому что я считаю, что те люди, которые приходят руководить городом, они должны в первую очередь на своем примере показывать, что нужно быть здоровым, спортивным. Поэтому, конечно же, администрация города Сочи тоже достойно всегда выступает на тех или иных соревнованиях. Еще традиция была всегда на кинотавр, да, тоже администрация города выступала с участниками кинотавра, футбол устраивали. Будет ли продолжена эта традиция? Не только эта традиция будет продолжена, более того, что сейчас есть такая задача, главой поставленная, что если в городе Сочи проходит какой-то фестиваль, может быть, это форум всероссийский, вот кинотавр, либо какой-то другой, то обязательно команда администрации города Сочи, не только по футболу, по какому виду спорта проходят соревнования, обязательно администрация города Сочи должна быть представлена. Поэтому, понимая это, у нас по всем, тоже по многим видам спорта есть в администрации свои команды, которые регулярно тренируются, это и по футболу, и по баскетболу, и по плаванию, ну и тем более, что все наши сотрудники обязательно должны тоже сдать нормы ГТО. Это у нас такая задача стоит. Как, кстати, сдают? Расскажите, какие результаты есть? Вы знаете, очень высокие результаты у нашего административного персонала, потому что Алексей Сергеевич же спортивный человек, и все, глядя на него, начинают заниматься спортом, активно заниматься физической культурой. Ну и на самом деле это, я считаю, правильно, потому что все должны быть сильные, здоровые, стрессоустойчивые. И, конечно же, смотреть в первую очередь на руководителя. Спасибо большое, Сергей Вячеславович, за интересное интервью. Это была программа «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которые происходят в нашем городе. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...